Премьера кинопоказа, первый в жизни фильм, который из вас в прибытии поезда, помните, да? И этот кинопоказ сопровождался абсолютно полной паникой, потому что в зале народ просто падал под стулья. Оказалось, что вот эта самая махина с экрана сейчас просто из него вылобится и снесет все на своем пути. Ну, можно себе представить, как все это на белой ткани в очень плохом целлоидном изображении выглядело, однако в конце 19 века и этого для ужаса вполне хватало. Но стремительно движется вперед музыкальное искусство, киноискусство, визуальное, звуковое искусство. Вот и прибытие поезда в музыке тоже возникло, правда, с опозданием, естественно, лет на 30. 1923 год, Париж, премьера, нового сочинения молодого композитора, члена так называемого объединения шести, французской шестерки, Артюра Онегера. Пасифик 231. Пасифик Тихий океан при чем здесь? А вот при чем? Написал Онегер музыку, в которой страстно захотел показать такой маховик разворачивающегося неуклонно движения, которое наползает на слушателей и, в конце концов, подминает их под себя в духе старинной формы баса-стената а-ля Эрган Себастьян Бах. Написать написал, а потом понял, что что-то такое не баховское написалось и стал придумывать название. Ну, по крайней мере, он именно так историю Пасифик 231 объяснял. Может быть, он заранее имел в виду некую техническую новинку. Пасифик 231 – это название очень передового поезда, локомотива, который развивал, страшно сказать, 120 км в час. Представляете себе? Это очень серьезно. Вот такое симфоническое движение появилось. Действительно, оно на первых слушателях производило вот примерно такое же впечатление, как первый фильм «Прибытие поезда». Людей залив сносило от ужаса. Ну, постепенно к этой музыке, конечно, стали привыкать. И осталась она не столько новым словом, не столько, вернее, регистральным путем развития музыкального искусства, сколько неким ответвлением. Ну, а почему бы такую музыку и не написать? Честно говоря, когда это сочинение слушаешь, то вспоминаешь, что сказал один мудрец XX веке. Чтобы какую бы техническую новинку человечество не придумывало, получается все равно оружие. Ну, может быть, это моя личная ассоциация. Не знаю. Итак, премьера в Волгограде. Впервые в репертуаре Академического симфонического оркестра. Симфоническое движение номер один, Pacific 231, французского композитора Артюра Онегера. Сочинение 1923 года.